В Новоалтайске закрывают ковидный госпиталь. Выдыхают ли врачи с облегчением и чего опасаются? Ковидный госпиталь в Новоалтайске закрывают. Врачи надеются то, что они пережили, теперь останется только в памяти. Сейчас в госпитале всего три пациента. Яркий пример того, что число больных ковидом в регионе сокращается. Главный врач Константин Федорюк рассказал толку, как огромный корпус готовят к открытию и почему медики считают, что антипрививочники могут вернуть их в жуткую осень 2020-го. Виктория Санкина, штатная работница больницы, занимается малярными работами. После того, как из корпуса вывели последнего коронавирусного пациента и провели полную дезинфекцию, здесь все штукатурят, моют, красят. Такой формат работы уже неделю. Седьмого этажа, ну частично все, ремонт частичный. Углы где-то там, вот потекло, чусь, канализация, вот это все, все, чищаем, замазываем все. В конце мая прошлого года в больницу начали поступать первые пациенты легкой средней степени тяжести. А уже в сентябре и большой корпус становится госпиталем. Максимальное число пациентов здесь доходило почти до 480. Сюда везли тех, кому коронавирус давал осложнение почечных заболеваний. Пациенты сами, которые тяжелой средней степени тяжести, да, переносили ковидную инфекцию, они, не будучи пациентами, да, гемодиализа, они ими становились. То есть это острая почка, острая почечная стась, повреждение почек, это очень частое осложнение у пациентов со средней, с тяжелой степенью тяжести. Здесь в октябре в приемнике машины стояли минимум 3 скорой очереди, всегда. При таком объеме больных врачи работали в комбинезонах, а в них трудно дышать. Хуже обзор, душно. И на протяжении всей смены нельзя сходить в туалет. Некоторые врачи не спали по несколько суток подряд. Весь персонал больницы переболел, одного специалиста даже потеряли. Врачи говорят, это может вернуться, если жители края будут и дальше пренебрегать вакцинацией. Многие считают, молодые не умирают, а я их видел. Умирало много людей, молодых мужчин, младше меня возрастом. И если придется еще раз разворачивать госпиталя, мы развернем и готовы роддом. Я никого не пугаю, но мы вас ждем, непривитых. И нам не хочется этого, я вам скажу честно. Мы устали. Столько трупов не видела система здравоохранения в гражданское время ни разу. В понедельник они должны вернуться к нормальному гражданскому времени. Работы внутри корпуса уже завершат и будут готовы принимать пациентов. Кстати, коронавирусных в отдельном корпусе осталось только трое. Если жители края будут прививаться активнее, то и другие ковидные госпитали будут быстрее возвращаться к обычному режиму. Поэтапно. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Безопасность аттракционов и батутов краевой столицы начали проверять. Правда, в рамках рейдов. Сейчас в крае работает более 600 стационарных и передвижных объектов, и все они не зарегистрированы, говорят специалисты гостехнадзора. Закон об обязательной регистрации аттракционов вышел еще в 2019-м, но собственники не спешат им уследовать. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Несмотря на то, что прокуратура отказала в плановых проверках надувных батутов, инспекция гостехнадзора все-таки отправилась в рейд. Его цель составить реестр всех работающих в городе аттракционов, в том числе батутов. Первый на пути инспекции – парк центрального района. И если стационарные точки парка соответствовали требованиям безопасности, то с передвижными все оказалось не так просто. Надувной батут принадлежал частному предпринимателю и не обслуживался сотрудниками парка. Билеты на него можно было приобрести только за наличные, в то время как для других аттракционов предусмотрена система карточек. Депозит на них зачисляется в кассах парка. До недавнего времени на этом месте находился надувной батут, но совсем недавно его убрали. Вероятнее всего, это связано с инцидентом с пострадавшими девочками. Дать какой-либо комментарий о том, кому принадлежал батут и как он эксплуатировался, руководство парка отказалось. Позднее директор парка сообщила нам, что индивидуальный предприниматель решил убрать аттракцион. По мнению экспертов, работал батут с нарушениями, вокруг него отсутствовало ограждение. И это для Барнаула совсем не единичный случай. Сегодня владельцы уличных батутов не обязаны сообщать, где они установили аттракцион, поэтому проверить их получается не всегда. Было бы такое право, мы бы просили, чтобы нам дали такое право прийти и арестовать буквальным образом на какой-то период, пока не будут устранены все эти моменты. Это надо было более действенным. Или штраф сразу выписывать. Пока таких моментов у нас таких прав нет. В ходе рейда инспекция гостехнадзора проверила не только парк, но и одиночные уличные батуты. Все они оказались сдуты, но эксперты все равно нашли нарушения. Так, например, отсутствовало ограждение батута у титов арены, а шпагаты оказались разными по прочности. Но это далеко не все проблемы, которые могут быть обнаружены. Ну вот, например, отсутствие необходимого количества точек крепления для швартовых элементов батута. Где-то можем, ну может быть визуально или ориентировочно определить, что вес вот этих бетонных блоков для крепления, он недостаточен. Где-то, как вот в этом случае, видим, что отсутствует ограждение батута. Все аттракционы города должны быть зарегистрированы до апреля 2022 года, но пока владельцы игнорируют это требование. Тянут до последнего, говорят в инспекции гостехнадзора. К слову, сейчас ее сотрудники могут лишь выписать предупреждение, но оштрафовать собственника не получится. Закон не разрешает. Надеются, что в ближайшее время удастся расширить свои полномочия. Для этого подготовили проект, чтобы внести его для рассмотрения в законодательное собрание региона. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Пока дети становятся жертвами батутов, открытых окон или просто обычной халатности взрослых, другие взрослые борются за каждую минуту жизни маленьких пациентов. Что происходит за стенами детских реанимационных отделений, знает Анара Шагирова. Слово «реанимация» в переводе с латинского языка дословно означает «повторно дающий жизнь». Стоит ли говорить, что помогает здесь самым тяжелым пациентам? Зачастую тем, кто самостоятельно не может даже глотнуть воздуха. В данной ситуации мы перевели его на спонтанное питание, и спонтанный вдох появляется у ребенка. Только в одной из пяти отделений анестезиологии и реанимации Краевого центра охраны материнства и детства ежегодно попадает до 500 детей. 10-15 случаев, к сожалению, заканчиваются летальным исходом. На грани жизни и смерти оказываются малыши и подростки с врожденными пороками развития, язвенными заболеваниями и онкологией. Иногда в реанимации оказываются те, кто получил сочетанную травму, то есть повреждения сразу нескольких частей тела. На настоящий момент они есть, мы с вами про них знаем, послышаны. Вот, это и падение со второго этажа сегодня у нас находится под наблюдением в РКЦ. Это ребенок, который выпрыгнул из батута. Он находится тоже под нашим наблюдением в СНГ. За свои 30 лет работ Алексей Егорович спас тысячи жизней и, как никто другой, знает цену каждому самостоятельному человеческому вдоху и живому взгляду. Но даже суровая медицинская реальность – не повод уходить в себя, а наоборот – относиться ко всему, кроме смерти, с юмором и любовью. Заткинчуй, давай, давай, давай. На, послушай, на, послушай. Пойди, 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 подыши. Работа врача-реаниматолога требует наличия железного характера и умения сиюминутно принимать решения. Ведь среди пациентов есть и неизлечимые. Поэтому из молодых ординаторов в этом отделении работать остаются немногие. Под крылом наставников, таких как Алексей Завьялов, молодые врачи приобретают не только профессиональные навыки, но и учатся действовать, даже тогда, когда самый худший финал известен. Тут больше не жалость, тут именно ты думаешь, что ты поможешь ему больше. Тут никого не жалеешь, тут именно помогаешь. Правда, и дома, и вся думаешь, правильно ты поступил, неправильно поступил. Человеку эмоционально неподготовленному находиться здесь крайне тяжело. А вот врачи и медсестры днем и ночью борются за каждый вздох маленького пациента. Анна Рашигирова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Виктор Томенко встретился сегодня с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Они подписали соглашение о сотрудничестве наших регионов в сфере торговли, экономики, науки, техники и культуры. Все прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. В частности, наш регион ставит перед собой задачу расширить ассортимент продовольственных и промтоваров, которые поставляют в Рязань. Кроме того, участники делегации Алтайского края, а это представители власти и Центра инвестиций, откроют коллективную экспозицию «Большая Сибирь». Там сибирские регионы должны подписать соглашение о масштабном инвестпроекте в сфере туризма. Добавим, что Петербургский экономический форум является самой большой и авторитетной площадкой страны для обмена опытом, подписания договоров, проведения переговоров на уровне Федерации или всего мира. Барнаульская ТЭЦ-2 будет подготовлена к отопительному сезону вовремя. Вторую дымовую трубу, верхняя часть которой рухнула в апреле, полностью демонтируют. Восстановят топливо подачу и введут в работу дополнительное оборудование. Об этом сегодня заявили в руководстве сибирской генерирующей компании. Вторую дымовую трубу ТЭЦ-2, часть которой обрушилась в начале апреля, уже начали разбирать. Скоро она исчезнет совсем. Такое решение приняли в СБК. Единственным критерием и лимитирующим по скорости демонтажа является ветер, погодные условия. Разборка трубы будет осуществляться вручную и осуществляется. Выбираются погожие дни. Примерно скорость демонтажа 1 метр в день. Конструкция железобетонная. Взрывать без риска для установок вокруг не выйдет. Демонтаж займет два месяца и на нагрузку ТЭЦ это не повлияет. Ремонт поврежденного конвейера подачи рассчитан, а к осени собираются расконсервировать оборудование, которое подключено на третью трубу. На это компания выделила 100 миллионов рублей, дополнительно к 622 миллионам, которые были запланированы еще до инцидента. Предстоящую зиму на ТЭЦ-2 собираются пройти с мощностью одной трубы. ТЭЦ-2 обладает большим резервом мощности. Ее установленная мощность 1162 гиокалории. Самые суровые морозы мы отпускаем всего 67% от этой установленной мощности. К слову, причины обрушения по-прежнему не ясны. Комиссия Ростехнадзора все еще работает. Ориентировочно где-то до конца июня она должна закончиться, если никаких дополнительных проверок не будет назначено. Поэтому посмотрим по результатам дальше. Ростехнадзором прежде всего будет приниматься решение проверочной деятельности по остальным объектам. Кроме того, этим летом СГК в Барнауле отремонтирует 29 километров теплосетей. В приоритете все еще сети большого диаметра, так как при таких порывах под отключение автоматически попадет и большое число потребителей. А в целом в компании стремятся проводить ремонт так, чтобы без горячей воды жители проводили максимум неделю. Со 2 июня полномочия по вывозу отходов с территории самой крупной в крае зоны получила компания «Экосоюз». В ближайшее время она присвоит потребителям новые лицевые счета. При этом у должников останутся и старые счета. И они не будут закрыты, пока долг полностью не погасит. Подробности далее. В Барнаульской зоне появилась новая компания, которая будет вывозить твердые коммунальные отходы «Экосоюз». Тем не менее, перед предыдущим рекоператором компании «Экокомплекс» у многих остались долги. Лицевые счета, открытые на сегодняшний день у АО «Экокомплекса», они будут сохраняться в системе до момента погашения задолженности. Узнать о задолженности каждый может через приложение системы «Город» или в любом банке. Жители сельской местности могут уточнить сумму долга еще и через сайт «Экокомплекса». Вы можете пройти на сайт «Экокомплекса» и посмотреть во вкладке «Население» «Задолженность». Там будет отражаться задолженность физических лиц, которые находятся в сельской местности. Как сказали в компании, если должники станут тянуть с оплатой, на них будут подавать в суд. А практика, по словам юристов, уже сложилась в пользу рекоператоров. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. По всей России сегодня и завтра сдают ЕГЭ по русскому языку. Кстати, теперь только он является обязательным для всех учащихся. Чтобы была соблюдена безопасная дистанция в аудиториях, его разделили на два дня. Слово Маргарите Гартунг. Паспорт, гелевая ручка и лист бумаги. Сегодня для всех одиннадцатиклассников эта фраза звучит как мантра. Ведь их ждет самый главный их школьной жизни этап – единый государственный экзамен. Ученица 27-й школы Елизавета Бунина рассказывает, что еще в девятом классе решила стать врачом. Экзамен по химии уже позади. Биологию будет сдавать последний. А сегодня обязательный для всех русский язык. Мы к нему очень долго готовились, написали итоговое сочинение. Поэтому надеюсь, что результаты будут прекрасны, как и по остальным предметам. Это уже второй экзамен, поэтому не так страшно. С собой только вода и шоколадка для ясного ума. Разрешается взять и жизненно необходимые таблетки. Однако пить их при необходимости придется под присмотром наблюдателя. В прошлый пандемийный год многое поменял в атмосфере сдачи ЕГЭ. Теперь все аудитории оборудованы санитайзерами и рециркуляторами воздуха. А самый крупный экзамен по русскому языку разделили на два дня, чтобы все ученики смогли сдать ЕГЭ на безопасном расстоянии друг от друга. Маски снять разрешили все, кроме наблюдателей. У нас изменений особо никаких нет, потому что мы должны соблюдать дистанцию в полтора метра, масочный режим, обработка антисептиками. Пользуемся мы. Какой предмет сдаешь? Русский. Волновался? Конечно. Кстати, в этом году ЕГЭ сдают более 11 тысяч школьников края. Подготовлено 98 пунктов и 1059 аудиторий. Самыми популярными предметами по-прежнему остаются общество знания и информатика. Кстати, экзамен по компьютерной науке в этом году пройдет совершенно иначе. В этом году дети будут сдавать информатику в компьютерном варианте, как мы его называем, КЕГ. Было установлено новое оборудование, которое позволяет сегодня принимать очень серьезный и скоростной интернет, для того, чтобы не задерживать ответы, которые высылаются здесь же в компьютерном варианте по окончании работы. То есть дети полностью выполняют работу на компьютере и полностью отправляют ее на проверку тоже на компьютере. И еще о важном. Если сдающий получит за ЕГЭ неудовлетворительно, то исправить оценку он сможет только в следующем году. Напоминаем, что основной период ЕГЭ продлится до 25 июня. На следующей неделе школьников ждут экзамены по математике, истории и физике. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком. А у этих школьников есть льготы на поступление в любой технический ВУЗ России. Речь о победителях Всероссийских Олимпиад «Звезда» и «Шаг в будущее». Кстати, в Алтайском политехе их примут без экзаменов и совершенно бесплатно. На днях школьников наградил дипломами и поздравил ректор ВУЗа Андрей Марков. Кстати, на базе технического чаще всего и проводятся известные Всероссийские Олимпиады. Дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы страны получают и те, кто занял вторые и третьи места. К слову, в Олимпиадах школьники участвуют с большим желанием, а готовят их к ним в основном в техническом ВУЗе. Здесь работает центр «Наследники Ползунова», в котором занимаются сотни талантливых ребят. Они получают, я считаю, очень хорошее знание по математике, физике, химии, биологии, конечно же, информационным технологиям, что дает им возможность и отлично сдать ЕГЭ, участвовать в Олимпиадах и, самое главное, определиться в той области, в области инженерного творчества, в области информационных технологий и в дальнейшем успешно получить высшее образование и работать по этой специальности. В Барнауле проходит международный конкурс мастерства среди студентов-сыроваров. Оказалось, такой учебной лаборатории, как в нашем колледже, сыроделия нет нигде в стране. Чем уникален конкурс, что уже умеют студенты-участники и могут ли выпускники колледжа сделать пармезан? Международный колледж сыроделия – единственная в стране площадка для проведения студенческого конкурса. Так что приехали сюда участники не только из Рубцовска, но и из Красноярского, Краснодарского краев и даже из Белоруссии. Если в прошлый раз делали более простой сыр – адыгейский, то теперь от участников требовалось делать сыр барнаульский. Оценивают строго. Они должны правильно оценить сыр, определить, правильный рисунок ли в сыре, правильная ли у них органолептика, вкус, запах, консистенция и каким способом выработан данный вид сыра. То есть это полный профессиональный набор. И это не считая теоретической части. А ведь прежде приходилось перед конкурсом учить белорусские стандарты. Проводили предыдущие три чемпионата в Белоруссии, но оказалось, участников могут принять и в России. Уникальная учебная лаборатория есть только на Алтае. Кстати, ее выпускники дважды принимали участие в конкурсе в Белоруссии и дважды победили. Студенты нашего учебного заведения – это готовые, высококвалифицированные специалисты. У нас уже очередь из предприятий, которые готовы забрать, потому что они выпускаются уже готовыми мастерами, которые могут на следующий день после выпуска встать в баню и вырабатывать сыры. Уровень компетенции, как говорят наставники, позволяет студентам делать и сыры с плесенью, и полутвердые, и твердые. Поэтому и в этот раз, надеемся, барнольцы одержат такую же твердую победу. Вроде созрели. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Второй этап Кубка мира погребли на Байдарках и Канои уже 11 дней как завершился, но эмоций и мнений у многих еще предостаточно. Сегодня на пресс-конференции обсудили, как прошли международные старты на Алтае и стоит ли делать работу над ошибками. 57 стран и 200 атлетов остались довольны организацией и проведением второго этапа Кубка мира по гребле на Байдарках и Канои. Почти каждый иностранный спортсмен отметил работу волонтеров. По словам гостей, они были с ними как с нянечкой. Многие теперь хотят приехать на Алтае в качестве туристов. Сегодня говорили, что все удалось и этап Кубка мира проведен без нареканий. В принципе, негатива не было нигде ни на каком уровне. То есть с логистикой, то что касается атлетов условно, от логистика, проживание, питание, организация самих соревнований, предоставление инвентаря, то есть нареканий не было. Но без шероховатости все же не обошлось. Если атлеты остались довольны буквально всем, то зрители, скажем так, дальних трибун не годовали. Развлекательная программа проходила на противоположной от гостей трибуне, то есть видеть ее могли исключительно вип-персоны. А зрители наблюдали парад открытия лишь на большом экране. Но и этому, по словам организаторов, есть логическое объяснение. И Международная федерация настаивала, что надо развести на два берега. Ну и вообще, если бы это не сделали, потому что там же тоже очень много придержек от органов разных, которые за порядком следят за тем, за всем и так далее, которые с терроризмом борются. Там же тоже прилично требование. Что дальше будет с трибунами, пока неизвестно. Возможно, изменит проект и что-то поменяется. А вот Гребной канал будет жить. Сейчас здесь тренируется сборная Чили, а в июле на сбор приедут спортсмены с Кубы и Германии. Также у организаторов есть мысли подать заявку на проведение чемпионата мира. Это значит, что на Алтайскую землю вновь придет международный турнир. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok